добрый день Денис я тебя приветствую сегодня на уроке мы познакомимся с тобой с понятием эмблема и ее видами и особенностями а самое главное мы будем развивать свою творческую фантазию и так что же такое эмблема от греческого эмблема переводится рельефное украшение это условно символическое изображение каких-либо понятий или идей появление эмблемы относятся глубокой глубокой древности и связано с возникновением письменности первобытному человеку письменность заменяли рисунки рисунки пиктограммы рисунки символы они служили для передачи информации американский поэт генри лонгфелло написал книгу о легендарном вожде индейцев по имени гая вата гая вата мудро правил своим народом он научил людей выращивать хлеб строить лодки а для того чтобы свои знания передавать потомкам гая вата придумал письменность вот как это было из мешка он вынул краски всех цветов он вынул краски и на гладкой на пересте много сделал тайных знаков димных и фигур и знаков все они изображали наши мысли наши речи белый круг был знаком жизни черный круг по знаком смерти дальше шли изображения небо звезд луны и солнца вот лесов и горных высей из всего что населяет землю вместе с человеком для земли нарисовал он краской линию прямую для небес дугу над нею для восхода точку слева для заката точку справа а для полдня на вершине все пространство под дугою белый день обозначало звезды в центре время ночи а волнистые полоски тучи дождь и непогоду след направленный к вигваму был эмблемой приглашения знаком дружеского пира окровавленные руки грозно поднятые кверху знаком гнева и угрозы вот так американский поэт нам рассказывает о том как появилась символическая письменность у индейцев у нас же существуют современной жизни такие знаки символы которые могут заменять слова даже целые предложения например дорожные знаки которые мы каждый день видим на улице или военная символика которая может много рассказать о человеке который такие символы носит на своей форме допустим да существуют плакаты пока допустим по охране окружающей среды поклата плакаты по охране труда такие плакаты вместе с изображением как раз несут информацию символическую которая больше запоминается человеку также существуют различные символы на этикетках на одежде благодаря которым мы знаем как ухаживать за своей одеждой правильно чтобы она не испортилась также например существуют медицинские символы которые могут помочь или сориентироваться допустим в помещении или символ допустим вот этот вот беспристрастной медицинской помощи всем стражащим то есть вот такие вот рисунки которые многое о чем могут рассказать например пиктограммы до которые тоже могут помочь сориентироваться в помещении например эмблемы автомобилей которые рассказывают нам о фирме о модели машины незамысловатый такой символ а может рассказать о многом да или например эмблемы различных фирм всем известная до фирма макдональдс или сейчас средства связи до службы билайн мегафон все это символически вот так вот можно быстро все понять например олимпийская символика до который тоже много может нам рассказать о спортсмене с какой стороны различных спортивных соревнований в каком стране в каком городе проходит допустим пиктограммы символически о разных видах спорта которые тоже вот нам дают много что понять вот таким образом мы с тобой приблизились к творческому заданию какого плана будет творческое задание не очень сложное но зато очень интересно придумать символ или значок например для какой-то спортивной команды или по отдельному виду спорта как-то можно сделать посмотри пожалуйста вот такой небольшой план я тебе предлагаю по творческому заданию во первых можно выбрать любую форму фигуру внутри которой ты впишешь свой символ это может быть пятиугольник трапеция перевернутая овал круг все что угодно дальше внутрь ты помещаешь любое изображение но раз мы выбрали тематику спорта значит здесь может поместиться любой спортивный символ любой спортивный трибут все что угодно но если будет желание можно записать еще какой-то девиз допустим если это значок для участия в каких-то соревнованиях или состязания вот такое вот небольшое творческое задание интересные я тебе предлагаю выполнить а когда работу свою выполнишь ты можешь прислать любым удобным способом который тебе уже известен работа у тебя получается очень очень красивый мне нравится кстати твой рисунок который ты нарисовал и девятому мая был выложен на сайт школы вместе с другими рисунками ребят молодец очень красиво получилось поэтому я желаю тебе творческих успехов еще на одну неделю спасибо за внимание до новых встреч